В этом видеоролике рассматриваются способы создания криволинейных балок с использованием различных методов построения в окне плана этажа и в 3D окне. Криволинейные балки могут создаваться в горизонтальной плоскости. Давайте выберем инструмент балка, находящийся в панели инструментов, и затем активируем в информационном табло геометрический вариант по центру и радиусу. Здесь же мы можем выбрать варианты построения по трем точкам и по касательным. Первым щелчком мыши в окне плана этажа укажем центральную точку. Второй щелчок мыши определит радиус дуги. При помощи курсора можно графически указать длину криволинейного сегмента. Сейчас давайте создадим криволинейную балку, представляющую собой замкнутую окружность. Рассмотрим еще один пример. Давайте выберем в информационном табло связанный геометрический вариант. Создадим новую сложную балку в окне плана этажа, используя различные способы построения, доступные в локальной панели. Создадим новую сложную балку в 3D окне. Для начала давайте перейдем в 3D окно и откроем диалог параметров балки по умолчанию. Здесь мы можем изменить конструкцию балки, выбрав вариант сложный профиль. Выберем в выпадающем списке профиль T-Steel и введем числовое значение угла поворота профиля. Приступим к созданию балки в 3D. Можно воспользоваться различными вариантами построения, представленными в локальной панели. Переключаться между вариантами можно прямо в процессе создания новой балки. Давайте приблизим созданную балку, чтобы лучше рассмотреть ее. Пожалуйста, обратите внимание на то, что все соединения сегментов автоматически созданы корректно. Переключимся в окно плана этажа, где у нас присутствуют заранее подготовленные 2D фигуры окружности, дуги и сплайна. Для создания криволинейных балок на основе 2D фигур можно воспользоваться волшебной палочкой архикад. Активировать волшебную палочку можно в любой момент, нажав клавишу пробел. Новые криволинейные балки мгновенно создаются в окне плана этажа. Давайте откроем 3D окно, чтобы увидеть, как отображаются в 3D созданные нами балки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова